СМОЛЕНСК КАЭС Десногорск присоединился к всероссийскому интеллектуальному проекту «Бегущая книга Росатома». Атомщики продолжают благоустраивать детские сады. На плановом совещании с руководителями подразделений директор СМОЛЕНСК КАЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Суммарная мощность 23 337 мегаватт, плюсом 727 мегаватт идет. Выработка 81 миллиард 83 миллиона киловатт-часов. В процентном отношении 102,1% к заданию ФАС. О техническом состоянии СМОЛЕНСК КАЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 1, 2, 3 энергоблоки суммарная нагрузка 3064 мегаватта. Существенных замечаний нет. Выработка электроэнергии за 28 дней мая составила более 1,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 178 миллионов. С начала года выработано 8,4 миллиарда киловатт-часов, сверх плана 401 миллион киловатт-час. Радиационный фон на промышленной площадке СМОЛЕНСК КАЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Более 50 человек приняли участие в плановой противоаварийной тренировке СМОЛЕНСК КАЭС, состоявшейся в поселке Ворга Ершичского района. В ней были задействованы службы оповещения и связи, охраны общественного порядка, радиационной и химической защиты, убежищ и укрытий, автотранспортная и медицинская службы, а также нештатная спасательная группа. По оценке директора атомной станции Павла Лубенского, задача по организации защитного пункта управления в районе эвакуации выполнена. Персонал на практике применил имеющиеся знания, действовал в соответствии с требованиями. По всему пути следования и на данном пункте все организационно отработано. Смоленская атомная станция готова. Но мы уверены, что вот эта готовность, она будет у нас проверяться только вот при тренировках. По сценарию тренировки условно нештатная ситуация, возникшая на СМОЛЕНСК КАЭС, требует организовать пункт управления в районе эвакуации, поселке Ворга. В 7.50 поступает соответствующее распоряжение, и через 10 минут участники уже в месте сбора, на базе дислокации противоаварийной техники. После постановки задач, инструктажа и проверки экипировки, колонна специальной мобильной техники с персоналом, в сопровождении скорой помощи и государственной автоинспекции, отправляется в Ершический район. Особое внимание соблюдению правил дорожного движения, порядку на маршруте. Главное по прибытии в район эвакуации наладить энергоснабжение и освещение, развернуть силы и средства, место действия, стадион Воргинской школы. Каждая служба выполняет конкретную задачу, и несмотря на учебный формат мероприятия, строго следует требованиям охраны труда. Работает в спецодежде, использует средства индивидуальной защиты. Положительно оценил действия атомщиков и оборудования, имеющиеся у главного энергетического предприятия региона, глава Ершического района Константин Серенков. По его мнению, с каждой тренировкой ее участники переходят на более высокий уровень взаимодействия. Ершский район обслуживает и данный объект, и готов принимать народ в случае необходимости. Считаю взаимодействие и сотрудничество очень качественное во всех отношениях. Большое спасибо, что не остаются в стране и от других проблем Ершского района. На стадионе акционерного общества «Атомтранс» Десногорска состоялось торжественное открытие 29-й спартакиады работников Смоленской АЭС. Для атомщиков это главное спортивное событие года, которое дает возможность показать свою силу, ловкость, мастерство в самых разных видах спорта, подтвердить личное или командное первенство. Город Есногорска всегда отличался спортивной направленностью. Мы умеем работать, умеем отдыхать, отдыхают по-разному. А мы будем приходить на стадион, приходить в спортзалы, заниматься спортом, получать удовольствие и делить радость на все. С праздником вас, с открытием в спортагиады! Депутат областной думы, директор акционерного общества «Атомтранс» Михаил Лосенко пожелал спортсменам высоких достижений в спорте, чтобы их семьи также активно приобщались к физкультуре и здоровому образу жизни. Право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено многократным победителям и призером корпоративных и отраслевых соревнований, заместителю директора санатория-профилактория «Лесная поляна» Ане Дробковой и оператору реакторного цеха Виталию Чванову. Сразу после открытия спорта-киады состоялись веселые старты и соревнования по перетягиванию каната. По итогам эстафет среди пяти команд первое место заняла объединенная команда «Энергия». На втором месте – команда реакторного цеха. Третье место у команды цеха тепловой автоматики и измерений. Сейчас вот первые старты веселые, они показали, что у нас команда дружная, значит, и единая. И результат показал, что мы будем стремиться к первому месту. В прошлом году мы были серебряные призеры, будем бороться с реакторным цехом за лидерство. Ой, столько позитива, знаете, такое единение, слаженность. Мы отработали единой командой, все классно. Я о важности спорта, наверное, скажу. Но на самом деле трудно переоценить его важность. У нас перед нами стоит много важных и амбициозных производственных задач. И для того, чтобы их реализовать, надо быть здоровыми, сильными, крепкими, умелыми. И вместе образовывать единую команду. И вот эта единая команда сейчас продемонстрировала, что они здоровы и готовы к достижению больших-больших успехов. К новым победам. К новым победам, да. В перетягивании каната жаркая борьба за первенство снова развернулась между основными фаворитами. Командами реакторного цеха и сборной «Энергии». В напряженном противостоянии с равными силами реакторный цех все же взял реванш. В итоге стал лидером. Серебро досталось команде «Энергия». Бронза – у команды химического цеха. Конкуренция была здоровая. То есть в этом году гораздо интереснее было соревноваться, когда подготовленные соперники чувствуются напряжение в игре. То есть это подзадоривает. Наоборот, стимулирует на следующий год готовиться еще сильнее. Развивает шикарный командный дух. Тренируемся березы гнем. Березы гнем. Газель тягали. Была газелька. Это без шуток. Серьезно. Подготовка серьезная на самом деле. Спартакиада проходит при поддержке администрации Смоленской АЭС и профсоюзного комитета. Ежегодно в ней принимают участие более тысячи работников подразделений предприятия, коллективы открытого акционерного общества «Смоленская АЭС-сервис», Смоленского филиала акционерного общества «Атомэнергоремонт», Совета ветеранов САЭС. У нас есть настоящие лидеры этого движения, которые зажигают, организуют, всегда популяризируют спортивное трудовое движение. Благодаря этим людям остальной коллектив вовлекается во всю эту работу. Поэтому всегда с большим, огромным удовольствием есть костяк, который занимается, участвует во всех спартакиадах. И есть спортсмены, которые выступают на достаточно высоком уровне. Спартакиада включает в себя 18 дисциплин. Соревнования проходят на спортивных сооружениях «Атомной станции», на стадионе акционерного общества «Атомтранс», лыжной трассе и полигоне для спортивного ориентирования в деревне Генино с января по ноябрь. Торжественное подведение итогов спартакиады и награждение победителей и призеров состоится в декабре, накануне Дня энергетика. В Общероссийский день библиотек Десногорск присоединился к интеллектуальному забегу «Бегущая книга Русатома», который охватил все территории присутствия госкорпорации. В течение двух часов волонтеры-велосипедисты из Организации молодых атомщиков «Смоленск АЭС», работники Центральной библиотеки, школьники, ветераны задавали десногорцам интеллектуальные и литературные вопросы. За правильный ответ участники получали в подарок книгу. Это действительно общая акция для всей территории культуры Русатома. Мы действительно хотели так отметить наш профессиональный праздник, привлечь внимание к книге, привлечь внимание к библиотеке и, конечно, к самой территории культуры. Мы думаем, что это не просто символично, это масштабно. Надеемся, что нашу акцию поддержит в следующем году вся страна. У нас приняло участие 25 волонтеров. Это велосипедисты, это пешеходы. Мы раздали около 130 книг художественной, научно-популярной литературы, посвященной Росатому, Смоленской атомной электростанции, также CD-диски и около 50 подарочных блокнотов. По мнению заместителя главы Десногорска Александра Новикова, новый образовательный проект Росатома, популяризирующий книги и чтение, очень интересный и актуальный. У нас сейчас с развитием интернета, телевидения, люди как-то все больше и больше уходят от книг. Хотя книга, наверное, самая важная в нашей жизни, потому что это ключ к развитию человека, к его развитию ума. Ну и, соответственно, воображение человека через книгу, оно по-другому формируется, чем через телевидение. Телевидение нам дает какие-то образы, интернет дает образы. Книга позволяет мышлению самому вот эти образы домысливать. Молодые атомщики одни из первых откликнулись на призыв поучаствовать в образовательном проекте. Сегодня такая прекрасная акция организована администрацией города Десногорска, что мы просто не могли не принять в нее участие. Мы взяли с собой детей, они очень довольны, что принимают участие, ездят, задают вопросы. Классно, на самом деле супер. Сегодня акция супер просто. Проект концерна «Росэнергоатом» и «Смоленская АЭС» по благоустройству территорий детских садов «Мишутка» и «Лесная сказка», стартовавший в 2017 году, продолжается. В этом году концерном «Росэнергоатом» нам оказана благотворительная помощь для благоустройства территории. Мы сейчас проводим замену ограждения территории детского сада и была установлена новая система видеонаблюдения и установлены игровое детское оборудование на игровых площадках для детей. Игровое оборудование современное, отвечающее требованиям безопасности. Оно яркое, красочное, что обеспечивает интересные прогулки для детей. Дети любят на этих игровом оборудовании играть, веселиться. Оно такое современное, интересное. В конце 2017 года в «Лесной сказке» начался новый этап преобразований. Для обеспечения безопасности детей по периметру и внутри детского сада установлена современная система видеонаблюдения. На детских площадках смонтировано новое игровое оборудование российского производства. Более 50 конструкций, 6 веранд. Продолжаются работы по замене ограждений территорий сада, которое должно завершиться до 20 июня. С большим удовольствием бегут в детский сад. Не дождутся времени, когда мы выйдем на прогулку. Яркие такие, красочные, удобные, безопасные оборудования очень-очень привлекают внимание детей. И поэтому они бегали-бегали с удовольствием, с каким можно сегодня бегать по площадке. Хочу огромное спасибо сказать нашим спонсорам, Смоленской атомной станции, за такое оборудование. Нам очень нравится. Ремонтные работы в нашем детском саду ведутся благодаря помощи концерна «Росатом» и Смоленской атомной станции. На средства, выделенные ими, в прошлом году осенью был отремонтирован фасад детского сада. Произведены ремонтные работы в спортивном зале, в бассейне. Частично отремонтирована кровля, частично заменены оконные блоки, двери. Отремонтирован хозяйственный блок. Сейчас ведется асфальтирование территории и установка малых игровых форм. Ну, вы сами, наверное, заметили уже, что наш садик буквально хорошеет на глазах, благодаря вот этой помощи Смоленской атомной станции. И не только наш садик, но и практически все учебные и дошкольные учреждения города, и сам наш город. Уже заасфальтировано 30% территорий. Асфальт уложен вокруг беседок, на дорожках, спортивной площадки. На оставшейся территории ведутся подготовительные работы для обновления дорожного покрытия. Параллельно монтируются новые малые игровые формы. На детских площадках будет установлено около 50 игровых конструкций. Часть из них разместят на резиновом покрытии для обеспечения безопасности детей. Завершить весь комплекс ремонтных работ планируется до 30 июня. 1 июня, Международный день защиты детей, на спортивной площадке реабилитационно-оздоровительного и досугового центра пройдет открытый турнир по дворовому мини-футболу. В 10 ровно церемонии открытия соревнований. В 11 – начало турнира. Также в 11.00 пройдет спортивная эстафета «Веселые старты». В 12.00 – конкурс рисунков на асфальте. В 12.30 в зрительном зале состоится конкурс караоке «Солнечные путешествия». С 11.00 до 13.00 на баскетбольной площадке 4-го микрорайона пройдет театральная игровая программа «Мир детства – мир радости». С 5 до 8 вечера на городской летней эстраде состоится праздничная программа «Яркие краски детства». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях – Вконтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин